Девушки отдыхают Девять Отлично Сегодня мы на тренировке ног Как видите, я не один, это мой брат Зовут его Назар Всем привет Пригласил брата для того, чтобы показать ему город Ну, куда перебрался, где живу И чтобы помочь мне в подготовке к соревнованиям Он всегда рядом Всегда поддерживает меня И моя лучшая форма была именно тогда, когда мы тренировались вместе Так проще, у нас небольшой, скажем, такой тренировочный лагерь Едим по часам, тренируемся по часам И стараемся задавать друг другу темп тренировочный Как видите, сегодня можете посудить По сеночной тренировке Веса у него рабочие Не особо отличаются от моих Несмотря даже на мои какие-то маленькие травмы Он тренируется сейчас очень активно При том, что у него сейчас фазы подготовки нету То есть это его не пиковые способности, а такие даже, я бы сказал, сдерживающие Он просто пока что пытается войти в режим Тот, в котором я сейчас нахожусь Тренироваться правильно, питаться правильно Тренироваться правильно, что это значит Именно подконтрольно Это контролирует вес, контролирует процесс Он просто учится сейчас И могу сказать, что в процессе обучения он показывает себя очень достойно Как тебе тренировку сегодняшнюю? Да, это мне всем понравилось Как всегда, тяжело Акцент нормальный Неплохо потренировались сегодня Все-таки для меня это была более такая легкая тренировка Потому что сегодня она была чисто поддерживающая Акцент, вы могли заметить, был на заднюю поверхность бедра На переднюю, на квадрицепс было всего два упражнения Они были и то не силовые, а дропсетами Почему? Потому что прошлая тренировка у нас была прям такая неплохая Пришелся приседать килограмм 250, по-моему Это была прошлая тренировка И я приседал со 40 Неплохо травмировал себя Так неслабо, немножко травмировал каплевидную часть И поясницу Поэтому сегодня некоторые тяги и наклоны давались мне тяжело Приседания, выпады я делать не мог Поэтому небольшие разгибания для того, чтобы просто нагнать кровью И немного жимовых движений Вот Расскажи немножко о себе Ну вообще Далер занимается с 14 лет И как бы на всем протяжении я знаю все его соревнования Когда он сушился, когда выступал И даже после первой тренировки, когда он пришел И показал свои руки, что у меня они стали больше Вот, ну меня как-то не затягивало первые моменты Я занимался борьбой на протяжении 6 лет И потом понял, что все-таки это не мое И я не хочу этим заниматься И сказал Далеру, купи мне абонемент в зал Я просто похожу, покачаюсь к лету Вот, и потом, когда почувствовал первый прогресс Когда у меня начал Я очень на борьбе держал вес Чтобы выступать в более низкой категории И с помощью этого у меня очень сильно пошел прогресс Я хотел еще больше, больше, больше И вот до сих пор не накачался Я посмотрел категорию юноши И я понял, что я не могу им уступать Я могу сделать такую же форму Я Далеру сказал, Далер, давай попробуем Вот, Далер начал сомневался Думал, давай еще попробуем наработать Но все-таки мы решили подготовиться И моя первая подготовка была в 2015 году Когда Далер дебютировал на чемпионат Северо-Запад И России в Санкт-Петербурге И спустя этого у меня внутри есть еще огонь Я хочу еще выступить Я не доделал то, что надо Кстати, выступил достаточно неплохо Хорошая форма была Назар неплохо держит диету, старается Сложная у него генетика Он немножко выше, чем я И набирать ему мышечность гораздо сложнее Зато ему неплохо дается именно худеть, сохнуть И сбрасывает лишний вес Посмотрим, что из этого получится Потихоньку стараемся Да, сейчас я отдыхаю Моя форма у меня нет никакого периода Массонабора Я просто отдыхаю Приехал в гости, позанимаюсь Тут посмотрю Питя Пока не набираю Да, пока просто такие втягивающие тренировки Он пытается понять, как это все выглядит Стараюсь ему доступно объяснить все тонкости Этого непростого дела И дальше уже будет видно Возможно, увидите еще раз его на сцене Будем делать для этого все, что необходимо Все, давай Нажми 27 там, давай Ну, пустеливо там Там же я поключусь В общем, ждем Пашку Паша Человек, который помогает мне в подготовке Он занимается рыбой Качественной камчатской рыбой И морепродуктами Сегодня он везет мне очередной улов Который поможет мне быть больше и лучше Стараюсь питаться только лучшими продуктами Особенно это касается продуктов, содержащих аминокислоты и белок Очень нравятся мне морепродукты и рыба Они едут гораздо легче, чем хурица и говядина Ну и, в принципе, полезнее Пашка немного заблудился, блин Не так просто попасть к нам во двор Вот стоим из окна, выглядываем Пытаемся его сориентировать Кстати, отсюда видно окна Спортлайф Если присмотреться, видно, кто там филонит, кто не филонит Кто делает кардио, кто, что качает Периодически поглядываю Перед тем, как выйти в зал, много там народу или нет А вон, походу, Пашка идет О, как я волну Здорово Здорово А я думаю, только там чувак такой большой пакет мусора Выносит Кто там пришел Кто там пришел Кто там пришел Паша, рыбу принес Слушай, ну я тебе приточил, короче, как всегда Чавычки, да Ага Шматы мяса Да, вот такие просто шматы дикого мяса Обрати внимание Прослоки жира То есть стеки, которые лежат в окее Да, насколько там толстые прослоки жира И насколько они, ну, сама рыба по себе мягкая И насколько эта рыба плотная, хотя она не замороженная Ну, вот то, что здесь называют лососем Такой рыбы вообще, в принципе, рыбы как лосось Нет, что есть вид лососевый, да И в него входит очень много рыбы Там чавыча, нерка, кижуч, кита Там та же самая нельма Тебе еще там стейков нельму притащил Ты еще не пробовал Вот Выращенная рыба Она может иметь там до 35 грамм жира То в жир обычно откладывается все Самое такое Самое, короче, негатив, да А что такое выращенная рыба? Давай поймем в двух словах, да Чавыча, который тебе привез, да, например Вот видишь, размер стейка, да Он там под 400 грамм один весит То есть это где-то там Такая 7-килограммовая туша, да Вот, ну, причем это не самая крупная Чавыча там до 15-25 килограмм До средней считается, да Да, это как бы даже маленькая считается Вот, но я просто к чему Что эта рыба растет в океане Да, она растет там в Тихом океане До потребного состояния Она вырастает там за 4-5 лет 4-5 лет она плавает И кушает как бы настоящий корм, да Который там вот плавает в океане А рыба, которая растет в садке Она, да, выращенная Она вырастает там, ну, за 7 месяцев где-то в среднем То есть представляешь, да Ну, чтобы вот до такого же размера Вот эти вот огромные, будем называть их лососи Которые лежат в магазинах, да, здесь Ну, вот они вырастают там от полугода Там до 8 месяцев до потребного состояния То есть это представляешь, да Какие там турбобустеры используются, грубо говоря Чаще всего это относится к курице и говядине Мол, там с фермы привезли к курицу, там она напичканная уколами А вот когда заходишь, смотришь рыбу, у тебя не создается впечатление Она же плавала в водичке Да, она же плавала, как там, ее же не будут ловить рыбу и ее обкалывать там С диким продуктом нужно, как бы, обращаться, уметь, уметь обращаться Понимать, какая рыба для чего То есть нерка, она идеальна для засола, идеальна для копчения Идеальна для сыроедения Те же самые, у нее очень яркий вкус Я извините, что перебиваю, один раз Паша привез мне нерку Я почему-то думал, что это копченая рыба И случайно просто, ну, перепутал Она действительно была красная и выглядела, как копченая Ну, реально был случай, я ее порезал Накинул себе в тарелку с рисом Просто добавил чуть-чуть лимонного сока и съел Ну, в процессе она немного хрустела Буквально там я поел, наелся Паша написал мне, что ты с ней сделал Ты, говорит, ее пожарил или там на пару сделал Я понимаю, что я ее сожрал сухую, сырую я ее съел Да, и она зашла очень легко, я себя чувствовал отлично Кстати, 90% продукции, которые возит мне Паша, я могу есть сырой И ни разу не было случая, чтобы я отравился Это касается тех спортсменов, которые очень часто говорят о том, что они покупают рыбу в Укее И травятся, и не доходят до соревнований, и неважно себя чувствуют Потому что отравиться рыбой сейчас или отравиться там суши в каком-то суши-баре Это, ну, самое частое, что может случиться Рыба, которая правильно поймана, правильно заморожена, это круто То есть она сохраняет все свои свойства абсолютно Если ты ее еще разморозишь Положил ее в холодильник, она разморозится, на ночь положил, она разморозилась Она разморозится правильно, вот мы в дефростере размораживаем Или в холодную раковину тоже, может быть Ну, нет, в воде лучше не размораживать А, да, 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 да Главное, чтобы было прохладно Я вот так краба квал на ночь в холодную раковину, и все, он там оттаял, холодное мясо, и тартар начал есть из тунца, только когда начал пробовать нормального тунца, который начал привозить Паша, до этого всегда стремался, вот, сколько мы уже, наверное, год, да, с тобой общаемся, вот, и всю прошлую подготовку я готовился на Пашиной рыбе, я думаю, тут просто нужно не то чтобы пробовать, это будет понятно, когда вы попробуете, и ни один человек, которому я посоветовал, да, питаться вот именно этой рыбой, не сказал мне, ну, не отдал плохого отзыва, вот, основные принципы какие, не переготовить, даже если она внутри, вот я, например, для себя, когда запекаюсь, я внутри, вот, она остается медиум, такая, прожарка, вообще, мне, она и сочная, я также прожариваю, да, с двух сторон, чтобы посередине еще немножко было, да, вот, то же самое касается, там, гребешка я тебе привез, да, вот, там, ну, вот, Нельма, кстати, расскажите, вот, Нельма, да, Нельма, это тоже из, еще раз скажи, чтобы послушали, ребята, и такое название, наверное, не слышали, да, но рыба достаточно редкая, ну, и она, как бы, просто, видишь, она достаточно дорогая, сразу скажу, но просто по качеству она, это вообще, такая якутская рыба, она, ее невозможно, вообще, в принципе, вырастить, она не растет в искусственных условиях, вот, она вводится только в чистейших, в очень холодных, там, каких-то сибирских, якутских водах, ну, где-то там, в Якутии, ну, не наши, ни края, ни Камчатские, вот, мы просто тоже ее подключили в ассортимент, ну, мне очень понравилось, очень, очень вкусно, просто, ну, как ты ее готовил? Слушай, я же жарил, да? Я жарю, ты знаешь, я тебе так скажу, что вот здесь, как бы, у людей, люди здесь все почему-то через духовку, люди боятся жарить рыбу, как бы, понимаете? Они просто не хотят возиться, закинул, а время пришел снял. Ну, да, либо возиться, либо, там, знаешь, это вредно, там, либо еще что-то, ну, я вот так скажу, я не обламываюсь, и я рыбу жарю, чаще всего, я ее жарю в кляре, там, ну, бывает, что я запекаю в духовке или на гриле, там, да, например, тунца я тебе привез, вот такие большие шматы, да, Ну, то, что здесь из-за того, что тоже не выращивают, белая рыба тебе привез огромный судак, вот, попробуешь тоже там покушаешь, вот, гребешочек наш, да, вот, ну, это тоже вот один из наших хитов, помню, как-то мы с Русланом Халецким снимали передачу, готовили гребешок, он приехал голодный, и пока мы все это дело готовили, он съел полкилограмма сырого просто, вот, То есть он, действительно, он очень, вообще гребешок, тоже такой продукт, с ним, во-первых, опять же, много заблуждений по нему, его не умеют готовить, вообще люди не знают, что это, люди не знают, какой он должен быть, да, например, и поэтому отсюда, ну, когда ты не знаешь, какой продукт должен быть, ты его покупаешь, пробуешь, ну, наверное, это гребешок, да, какой он должен быть, никто не знает, вот, уметь готовить, во-первых, нужно удалить всю влагу с него, То есть, когда он разморозился, нужно промокнуть на раскаленное сливочное масло, все крутейшие повара в мире, когда на выставках там присутствуют, проверяют гребешок, это всегда жаровня, кусок сливочного масла, все, это самое, вот, быстро проверить гребешок, как он на вкус, с одной стороны минута, на раскаленном, он должен быть раскаленный, с другой стороны минута, вот эти вот пятачки должны зажариться, он внутри должен остаться сырой, да, можно вообще просто, вот, я говорю, я его часто размораживаешь, лимоном полил и съел, все, Ну, это вкусно, и, если у него никакой термической обработки, как бы, тоже очень полезно, и в салаты он идет, ну, короче, такой очень крутой продукт. Я думаю, это морской окунь. Нет, нет, это, 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 это большие куски тунца, просто такие у нас сейчас. Окей, вот, спасибо большое. Такие дела, на здоровье, лопай. На ближайшую неделю у меня есть более килограмма судака, куча кижучи, гребешки, название этой рыбы я не запомнил, но понял, что она очень редкая, уже не терпится ее попробовать. И тунец, тунец, один из любимых моих продуктов, уже не терпится тоже сделать из него тартар. Сейчас у меня период в межсезонье, стараюсь питаться много, часто, правильно, и очень тяжело, особенно сейчас, вот, пиццер дарит нам в конце августа такую теплую, достаточно жаркую и душную погоду, и аппетит, конечно, немножко хромает, и постоянно засовывает в себя мясо, грудки, говядину, ну, немножко сложновато, и хочется иногда дать себе разнообразие, и одно дело съесть килограмм, там, полтора мяса, а другое разнообразие, здесь есть, там, 700 грамм мяса, и где-то около килограмма рыбы, то есть это гораздо легче, и самое главное, что рыба, она вкуснее, и готовить ее кучу всяких разных вариантов, поэтому спасибо большое Паше за то, что он помогает мне, помогает мне готовиться к соревнованиям, моя форма от этого становится только лучше, оставайтесь с нами, я думаю, будет интересно.